Как зарегистрируется туристу в городе Петровце? Туристическая информация находится ниже автобусной станции. Вы приходите, даете паспорт, показываете печать въезда и говорите, на какой срок вас нужно зарегистрировать. Вы даете адрес, на каком вы сняли апартаменты или отель, живете в Петровце, и имя владельца. И вас регистрируют. Тут же также вы можете оплатить. Регистрация проходит 1 евро в день с человеком. Мы находимся в городе Петровце. Я уже несколько раз снимал, как можно зарегистрироваться туристу, как вы проживаете в городе Петровце. Одна есть туристическая информация ниже автобусной станции, а вторая есть туристическая информация на берегу моря в Цервене Камуне. Это исторические памятные здания Паштровича Банкада. Тут же находится библиотека, 15 тысяч видов книги. Она самая первая была открыта в 1890-х годах. Пойдемте посмотрим. Это Мария. Она говорит по-русски. Она же к вам может зарегистрировать. Она разговаривает по-русски, по-английски, по местному языку. Вы можете не переживать, придете к ней. Сейчас вам покажу, как это все происходит. И она вам объяснит. Пойдем. Здесь есть карта Петровца. Вы спокойно можете посмотреть, где что находится, где можно даже найти ресторанчики, домики и так дальше. Пойдемте минуты. Здание очень большое. Места достаточно. Если вдруг вы пришли, здесь в очередь. Вы можете спокойно сидеть на кресло и подождать свою очередь. Мария может вам все прекрасно объяснить на русском. Как идет какой-то регистрация. Да. У нас можно регистрации и заплатить. Не надо идти в почту или в банку. Да. Вот дело мы здесь. Очень удобно тем, да, вот видите, русский язык. Очень удобно тем, что вы приходите сюда, даете паспорт. Она здесь вот сидит. Вы даете ей паспорт. В течение двух минут она у вас носит базу и также сразу выписывает квитанцию, какую вы здесь оплачиваете. Она уже повторила, что не надо ходить в банк, в почту, это все оплачивает. Можно на месте оплатить.